Привет, уважаемые зрители! С вами Кирилл Чивилин и этим роликом мы начинаем серию обучающих видео по разработке приложений для операционной системы Tizen. В данном случае пример будет происходить в операционной системе Ubuntu, точнее к Ubuntu, ее KDE версии. Это обусловлено тем, что процесс происходит примерно одинаково во всех операционных системах, но в Ubuntu есть некоторые особенности, связанные с установкой Oracle JRAE. Итак, начнем. В первую очередь откроем сайт developer.tizen.org, это официальный сайт для разработчиков Tizen. И откроем документацию. Руководство разработчика. Начало работы с Tizen. Как в случае разработки приложений для любой другой операционной системы, первое, что нужно сделать, это установить набор разработчика SDK. На сайте developer.tizen.org представлена официальная версия документации на английском языке. Я открою русскую версию этой документации. Прежде всего, нужно осмотреть предварительную подготовку. Здесь описано то, чему должен удовлетворять и разработчик, и аппаратное обеспечение. Проверьте, что здесь все подходит для вас. Важен ключевой момент такой, что потребуется Oracle JRAE. В случае Ubuntu это не совсем тривиально. И давайте отдельно рассмотрим установку Oracle под Ubuntu. Откроем сайт Oracle, перейдем в раздел загрузок. Нам понадобится секция Java SE и раздел JRAE. Здесь нужно согласиться с лицензией, которую предварительно необходимо прочитать, и выбрать нужную версию. В моем случае это Linux 64-битный, и я выбираю пакет RPM. Он у меня уже загружен. Далее, нам понадобится как-то научиться преобразовать пакет RPM в пакет DEP, который необходим Ubuntu. Для этого понадобится пакет Alien. Если он у вас еще не установлен, его можно установить следующими командами. В первую очередь, нужно обновить список пакетов. Затем выполнить команду установки пакета Alien. Пакет Alien будет установлен. Далее, нужно преобразовать пакет RPM в пакет DEP. Делается это следующей командой. А затем нужно выбрать имя пакета. Выбираем пакет RPM. Он будет автоматически преобразован в пакет DEP. Я не буду выполнять эту команду, потому что у меня уже есть преобразованный пакет DEP. Затем мы его установим командой DEP. Деппкг. Запустим. Теперь имеется установленный пакет Oracle JRE. Далее, переходим к загрузке и установке Tizen SDK. Загрузка Tizen SDK происходит с сайта developer.tizen.org. Загрузка состоит из двух частей. В первую очередь, это менеджер установки. Я должен выбрать менеджер установки для Ubuntu 64-битной. Он у меня уже скачен, поэтому я не буду его скачивать. Вторая часть, это образ Tizen SDK. Его можно не качать. В этом случае загрузка необходимых пакетов будет происходить во время установки. Но удобно его скачать, чтобы при каждой новой установке не выкачивать заново все пакеты. Образ у меня тоже скачен. Образ нужно выбирать соответствующий. Переходим к установке. Запускается менеджер установки. Для того, чтобы выбрать образ, нужно нажать на кнопку Advanced и указать файл образа. Сейчас происходит процесс анализа файла образа, то есть анализа тех набора пакетов, которые в нем содержатся. Галка Auto Update позволяет автоматически скачать из интернета новые версии пакетов. Продолжим. На этой странице приведена лицензия, с которой вы должны ознакомиться и с которой вы должны согласиться для продолжения установки. Здесь можно выбрать тот набор пакетов, который будет установлен. Давайте посмотрим, что из себя представляет типичный набор пакетов. Это инструменты веб-разработки, а именно симулятор, инструменты командной строки и IDE. Это инструменты нативной разработки, а именно Toolchain, IDE и снова инструменты командной строки. Не представлены инструменты для разработки платформы. Представлены общие инструменты, а именно эмулятор. С эмулятором мы ознакомимся с вами потом. И есть у нас с вами инструменты, связанные с платформой. Это образ платформы, сисруты, пример веб-приложений, документации, примеры нативных приложений. Инструменты разработки для SDK тоже не будут установлены. Давайте посмотрим, что из себя представляет минимальная установка Tizen SDK. В этом случае мы лишаемся веб-иде, лишаемся нативного IDE и лишаемся эмулятора. Кроме того, из инструментов платформы остается только сисруты и зачем-то примеры нативных приложений. Давайте установим типичную версию. Продолжим. По умолчанию установка будет происходить в домашний каталог пользователя. Дело в том, что каждый пользователь должен по отдельности производить установку SDK для себя. Установка из-под рута в данном случае не предусмотрена. Согласимся с путем, предлагаем по умолчанию и продолжим. Сейчас происходит эмуляция процесса загрузки пакетов. Почему эмуляция? Потому что все пакеты находятся в образе. Но на данном этапе, если он найдет обновление каких-то пакетов или версии пакетов, которых в образе нет, он их будет загружать из интернета. За процессом загрузки происходит процесс распаковки пакетов установки SDK. Пакетов. Пакетов. Продолжение следует... Продолжение следует... С информацией о выпуске всегда можно ознакомиться на сайте developer.tizen.org, поэтому эту галку я уберу. Закроем менеджер установки. И попробуем запустить Tizen IDE. Есть набор инструментов, доступных для Tizen, который установился вместе с SDK. Запустим Tizen IDE. Tizen IDE основан на Eclipse IDE. И следующий момент должен быть знакомый для всех разработчиков, использующих Eclipse. А именно, при первом запуске происходит запрос на указание рабочего пространства, рабочей директории для IDE. Давайте согласимся с этим предложением, тем не менее, его можно будет изменить после. Запустилась Tizen IDE. Знакомство с Tizen IDE мы будем с вами проводить после. Сейчас нам важно, что оно установилось и оно работает. Давайте мы его закроем. Процесс установки завершен. И заодно тогда ознакомимся сейчас с процессом удаления. Посмотрим папку Tizen SDK. Здесь у нас есть несколько дополнительных директорий, среди которых Install Manager. Это менеджер установки Tizen SDK. Запустив Install Manager, можно производить обновление Tizen SDK и удаление Tizen SDK. Давайте выполним операцию удаления. Согласимся с удалением полным. На этом все. Tizen SDK более не присутствует на этом компьютере, за исключением папки. Директории, в которой она была установлена. Точнее говоря, директории с ее настройками. Эту директорию тоже полезно удалить. На этом удаление Tizen SDK закончено. В этом видео мы с вами ознакомились с процессом установки и удаления Tizen SDK. Дальнейшие видео будут посвящены процессу разработки приложений и использованию инструментов, установленных вместе с SDK. Спасибо за внимание. На этом все. Дальнейшие видео. Спасибо.